До сих пор ненавижу манную кашу, кисель, зубных врачей. Это мой самый настоящий детский кошмар. Я не знаю, как с ним бороться. Возможно, нужно об этом поговорить с людьми. Давайте у казанцев узнаем, а какие детские кошмары мучают их. Призвук под кровать. Серьезно. Реально страшно. Как будто из-под кровати кто-то схватит тебя за ногу. Волк, допустим. Бабайка под кроватью. Чем ваш бабайка, может быть, отличался от других? Он был веселый и шутливый. И вечно ржал. И спать мешал. Все время приговаривал никаких длинных волос. Не знаю насчет этого. Так много что ли было? Ой, наверное, бабаёшка. Бабаёшка. Это ты, которая из того коллектива? Из летучего корабля, да? Который под кроватью живет там. Баба-яга. Нет, бабайка. Баба-яга. Или баба-яга. Баба-яга. А, баба-яга. Ага. То есть хотите сказать, бабайка это удмуртская версия баба-яги? Почти. Детский кошмар, помните? Хозяин, барин. Да, у меня была двойника, но она, к сожалению, погибла. И мне снилось то, что она бегает за мной по городу Казани, и при этом она была циклопом. И она вот так вот преследовала меня, как в мультиках постоянно. Вот и... Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Какие? Мелодорский кошмаров. Там аманная каша, с ним врачи. Ну вот манная каша с вот этими вот штучками. За ковром черная дыра. Ну вы бы там... Стивен Хокинг! Да, что тут такое? Помоги! Лис, который гонится за мной по эскалатору. Лис? Сталка стучит. Лис! Лис, да. С тобой гонялся лис? Нет. Значит, ты не семейная. Видимо, да, слава богу. С тех пор вы боретесь с лисом, перекрашивая волосы в рыжий цвет? Видимо, да, кстати. Я и сейчас боюсь пауков и высоты. Вы прям... И не спрячешься ведь? Попытаешься наверх залить? Страшно. Конечно. Поэтому ваш муж должен вас носить на руках? Вот с этим я полностью с вами согласна. А у него страх в ношении на руках? Нет, у него вообще страх, в принципе, женщин. Я тебя уже пошел. Мама в очереди оставила одну и сказала, я сейчас вернусь. Это был вообще вот психологически, знаете, какая травма. А потом нашла тебя через год с папой уже? Нет, папа нашел меня быстрее, чем мама. Не, мы вообще никогда ничего не боимся. Мы же в эпоху 80-х выросли. Вы просто не жили в 80-70-х. Вы сказали, что точно, никто ничего не... Эй, а что это вы назад во времени перемещаетесь? Вы что, до воду пересмотрели? Уже 70-е? Как за мной гонялись. Кто за тобой гонялся? Неизвестное существо, я не знаю, на самом деле. Черное, белое? Черное. За тобой гонялись черные? Знаете, как из... Из Гарри Поттера есть же волшебники, которых загоняли... Как они назывались? Ты читала Гарри Поттера? Дементоры? Да, как они? Моих родителей убили. Это единственное, что я помню. А что про дементоров скажешь? Дементоры? А, не настоящий, и он картавит. Темнота, у меня детский кошмар. А потом темнота, друг молодежи, все равно боялась. Да, я до сих пор боюсь. Она при лампе спит, без шуток. Одна спит при лампе? Ну как же ж, ну, ну. Да я вообще с детства ничего не боюсь. Да вы должны быть антагонистом Джеймси Бонди со своим смехом. Возможно, да. Что вы замышляете? Можно я не буду об этом говорить? Можно. В детстве боялся высоты. Поэтому такой вымахал. Ну, это я потом уже, когда перестал бояться. Меня не раз приснилось, что я женщина с большой грудью. Вот это я вообще так, блин, в шоке был. Куда эти штуки делать, вообще непонятно. Не так мешаются. Ну, это мне во сне. Крови самое было. В вашем детстве много было, что ли, крови? Конечно. Всегда скотину резали. Всегда боялся. Со скольки лет вы скотину резали? Я не резал. Даже ни разу в своей жизни не убил ни одну скотину. Вы только отдавали приказы? Нет. Я их исполнял. Мышей, лягушек, пауков, червяков и прочих бестолочек. Смотрите, мышь. А вот про гену тоже. Ну, тоже очень трагичный такой мышь. Шапокляк такая, сука. Да, я с тобой согласен. Ты знаешь, я всегда плакал. Мне чебурашку было жалко. Чебурашка, он бедный был, несчастный с ним. Чебурашка, заслуживаю эвтаназии. Конечно. Не знаю. Обосстаться в постель. Что? Обосстаться в постель. Так это же предкошмарное состояние. Или пост. Ну, проснуться. Проснуться и понять, что обосстался. Да-да. А ты едешь в плацкарте. На верхушке, на боковушке. Именно. О, б***ь. Еще плацкарт. Там еще ноги чужие. Фу. Отрубленные. А вот это уже прикольно. Да, что это? Что это? Были. Я как-то учился музыкалке. Страшное дело, конечно. Мне снили... У-у-у-у. Капец, вообще. Снились страшные музыкальные сны, где много инструментов музыкальных на меня набрасывались. Такие всякие. Родители пугали чертями. Когда что поздно домой не приходили. Чертями пугали? Да-да-да. Вон, сейчас черти залезли на крышу. Возможно. Спустятся, как отожмут деньги. Деньги? Это можно тоже. Ну, это что, черти? Слушайте, я ведь тоже боялся бабайку. Как и все казанцы. Я даже сейчас его немножечко побаиваюсь. Специально для Тарастан Ньюс.